У православных продолжается Рождественский пост, последний многодневный пост в году. Он длится 40 дней, с 28 ноября до 7 января. Последний день перед постом приходится на День памяти апостола Филиппа, поэтому Рождественский пост еще называют Филипповым. Он готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Рождение ребенка в семье – это чудо, это радость, это надежда на то, что этот маленький человечек вырастет достойным продолжателем своих родителей. А рождение Спасителя – это чудо, которое объемлет Вселенную, потому что этого события ждали многие тысячелетия. Рождественский пост призван подготовить человека ко встрече с Богом. Церковью предусмотрены ограничения в пище животного происхождения, но при этом в Рождественский пост разрешается рыба. Конечно, еда – это лишь вспомогательное средство, ведь суть истинного поста – это изменение себя. Духовная составляющая должна быть приоритетной, поэтому в дни поста нужно постараться побольше молиться, то есть вот если мы не находили время для молитвы, надо постараться, чтобы это время было выделено для молитвы, для богообщения. Постараться почитать духовную литературу, по возможности регулярно ходить в храм. В дни поста важно не замыкаться в себе, но увидеть и тех, кто рядом, уделять внимание добрым делам и благотворительности. Многие спросят, а как же в пост отмечать Новый год? Священнослужители говорят, что во всем важна мера, а праздник – это хороший повод собраться всей семьей и вместе проводить уходящий год. А стол можно сделать и постным. Соединить можно и даже, я бы сказал, нужно, но все это должно быть разумно и, скажем так, воздержано. То есть, вот как мы говорили о том, что пост является средством, но в то же время сохранение мира, любви, согласия внутри семьи тоже является таким немаловажным моментом в нашей жизни. Рождественский пост завершится 7 января праздником Рождества Христова. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.